Привет! С вами Корней. Это мои гомункулы. Как вы видите, я поместил их в один аквариум. Я откладывал это, потому что у Slowpoke появился глаз. И я думал, что может быть ещё какие-то изменения появятся. На это время ему нужен покой. Но с Slowpoke ничего не происходит. С Pikachu тоже ничего не происходит. Поэтому я решил, что пора их поместить в один сосуд. И посмотреть, что из этого получится. Гомункулы, как вы видите, практически не изменились. Может быть, лишь чуть-чуть подросли. И у меня даже были сомнения, стоит ли снимать это видео. Ведь гомункулы точно такие же, как и были. Но всё-таки такое событие, как помещение их в один сосуд, мне показалось, что видео снять можно. Теперь они, возможно, начнут расти. Потому что в ограниченном объёме, всё-таки банка была маленькая. Они могли сами себя ограничивать в росте. Теперь же, когда объём, в котором они существуют больше, возможно, их рост снова продолжится. Аквариумные рыбки, например, поступают именно так. То есть, чем больше аквариум, тем больше вырастает рыбка. Поглядим, будет ли то же самое с гомункулами. А пока вы их рассматриваете, я отвечу на несколько популярных вопросов, которые часто мне задают в комментариях. Спрашивают, не проявляет ли Slowpoke электрическую активность, такую же, как Pikachu. Я замерял его электрическую активность. Нет. Никакой электрической активности Slowpoke не проявляет. То есть, в этом плане, Pikachu от него разительно отличается. Другой вопрос, который мне задают, это то, почему гомункулы такие разные. Конечно же, точного ответа я на него не знаю. Но могу предположить, что это какой-то механизм, который известен в природе. То есть, бывает, что животные с одним и тем же генотипом могут обладать совершенно разной внешностью. Самый известный пример, это общественные насекомые. Например, муравьи и термиты. У которых есть разные касты. То есть, есть рабочие, солдаты, царские особи. Может быть и здесь что-то подобное. Менее известный пример, это птицы Турухтаны. У них есть три типа самцов. Естественно, генотип у них один и тот же. Но при этом, самцы бывают трёх разных видов. Они и внешне отличаются, и у них в корне отличается и поведение. Можно привести и другие примеры. В природе подобное известно. Поэтому, может быть, у гомункулов что-то подобное. А может быть, здесь включены какие-то механизмы, о которых мы пока даже и не подозреваем. То есть, всё-таки, точного ответа на этот вопрос, как я уже сказал, я не знаю. Так же спрашивают меня, в основном девушки. Признаю ли я гомункулов своими детьми? Наверное, для девушек этот вопрос. Животрепещущий. Признаёт ли мужчина своё отцовство? Потому что парни про это не спрашивают. Что я могу сказать? Я не признаю их своими детьми. И сейчас объясню почему. Дело в том, что все люди на Земле генетически достаточно близкие родственники друг к другу. В каменном веке, очевидно, вследствие какой-то катастрофы, население человеческое на Земле резко сократилось. Осталась лишь небольшая группа людей. Потом она вновь расселилась по всей Земле. И мы все являемся потомками этой небольшой группы людей. И поэтому мы все, между собой, достаточно близкие родственники. А в данном случае, мы... Даже если предположим, что гомункулы это гибрид человека и птицы. И что там действительно половина генов моих. А это ведь на самом деле ещё и неизвестно. Даже если мы это предположим. То здесь половина генотипа совершенно мне чуждая. А что это означает? Это означает, что любой ребёнок, которого я случайно встречу на улице. Генетически для меня кажется намного более близким родственником, чем эти существа. Ну я думаю, что любому здравомыслящему человеку и так понятно, что подобных существ признавать своими детьми было бы достаточно глупо. Ну это конечно с точки зрения науки и генетики. А вот с точки зрения социальной какой-то ответственности. Тут я тоже не признаю их своими детьми. Но я признаю их своими домашними питомцами. Я конечно же буду о них заботиться. Часто задаваемый вопрос в комментариях ко мне. Это почему я не использую страусиное яйцо для создания гомункулов. Почему-то все упоминают страусиное. Потому что оно большое. И люди любят всё что побольше. Я много раз отвечал на этот вопрос в комментариях. Но вопрос возникает снова и снова. Поэтому я отвечу сразу всем. Дело в том, что алхимики оставили нам разные рецепты создания гомункулов. Эти рецепты отличаются в каких-то деталях. Но одна деталь в них абсолютно неизменна. Используется всегда только куриное яйцо. Исключительно. Хотя алхимикам конечно были доступны и яйца других птиц. И даже в большей степени чем нам. Все таки тогда люди жили в более примитивных условиях. У них было больше гусей и уток. И яйца этих птиц были доступны. Так же люди больше занимались охотой. А значит были доступны и яйца диких птиц. Но ни один алхимик не написал о каком-то другом яйце. Или о яйце вообще. О яйце любой птицы. Нет. Всегда пишут только о курином яйце. Очевидно в курином яйце есть какие-то факторы, способствующие успеху возникновения подобного организма. Какие именно? Конечно неизвестно. Ну что ж. Будем следить как наши гомункулы будут развиваться. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. С вами был Корней. Пока.